Так, значит, следующий вопрос, если я вам еще не вынес мозг, надеюсь, что я его не сильно вынес, это мокинг. Я не знаю, как перевести это слово на русский язык, но, в общем, мокинг. Короче говоря, мы с вами, я тут подумал, решил, что, что я там рассказывал какие-то всякие глупости на всяких выдуманных примерах, а давайте мы с вами запилим приложение, которое, по крайней мере, мне бы облегчило бы жизнь. Вот. Да, вы же видите вот этот весь адский код моей Витки, в котором тут очень много-много пунктиков. И вот у этой Витки, вообще говоря, есть оглавление. Видите оглавление? Но в это оглавление добавлены далеко не все разделы из этой штуки. Есть. А за как вы переходите из Home в Browse? В Back, наверное. Back? А, ну, можно, по-моему, сюда еще кликнуть. Ммм, окей. Нет, просто почему-то мне это недоступно, то есть, наверное, это только в адресу Browse. Да нет, но вот здесь что-то за... То есть, если я зашел как бы в Витке и кликнул на вот эту штуку... А, окей, окей. ...то я зашел в Browse. Но, в общем-то, это как бы внутренность. Круто, если бы все эти штуки были бы в оглавлении. Ну да. Ну, я написал программку, которая... Помните, программок в интернете полно, которые просто берут из этого Markdown'а, находят с головки и генерируют оглавление. Но это неудобно. То есть, мне нужно это скачать в виде Markdown'а и тра-ля-ля-ля-ля. А было бы круто, если бы у меня был бы просто какой-то сервис, я на него зашел, кинул бы ему вот эту ссылку, а он мне в ответ прислал оглавление, которое я бы просто вставил бы сюда. Ну, в идеале, вообще, чтобы он сам автоматически это обновлял, но пока так, хотя бы просто написать в сервис, который... В каком формате будет выдавать вот это? Ну, в формате Markdown'а. То есть, я хочу, чтобы он выдавал в формате вот Markdown'а. О, прикольно. Название, ссылка. Название, ссылка. Название, ссылка. Название, ссылка. Ну, как вы понимаете, заголовки в Markdown'е произвели не трудно, но лучше бы он просто взял, нашел все заголовки и сгенерировал мне коп. Сильно облегчит жизнь, по крайней мере, мне, ну, и мы заодно потренируемся в этих всяких... в этом всяком программировании. Значит, задачка понятна, да? Что я хочу сделать? Ну, значит, поехали. Создаем проектик. JVSystems, ok. Поехали. Создали. Это можно закрепить, а не нужно. А, ну, Unit Test у нас будет использоваться. Это нам пригодится. Это все можно закрывать. Ну, вот наш проект. Пока в нем ничего нету. Подключим к нему. И будем писать наши классы. Ну, для начала, да, мне понадобится... Короче, первым я хочу написать класс, который будет просто заниматься контент-генерацией. То есть, который просто, имея набор заголовков и ссылок, загенерирует мне Markdown-код. Для начала он мне будет генерировать в несколько более простом виде, чем я тут вам показывал. То есть, он будет генерировать не в таком виде, он будет генерировать в виде... Типа если заголовок верхнего уровня, здесь будет просто решетка. Если заголовок второго уровня, здесь будут две решетки. Вот, если заголовок третий в уровне, но у меня тут, по-моему, таких нету, то там будет три решетки, ну и так далее, так далее, так далее. Вот, значит, если мы хотим так сделать, то, соответственно, нам понадобится такой вот класс, который будет получать список заголовков и генерировать вот такого вида код, да, решетка, имя, ссылка. Значит, для этого нам понадобится класс ContentsGenerator, для этого нам понадобится класс, собственно, описывающий заголовок, что-то, в принципе, довольно логично. А решетка в мордовне что значит? Решетка означает заголовок. Вот у нас есть класс ShaderInfo, который выглядит примерно так. Нравится вам такой класс HeaderInfo? Вам не хочется у него сетторы и гетторы сгенерировать? А вот на скалке бы уже все автоматически бы сделалось. Ну, вот этот класс, он вдохновлен скалкой, и мне не хочется у него делать гетторы и сетторы, и почему здесь этого можно не делать? Наверное, потому что конструктор есть. Да, есть конструктор, потому что эти поля иммутабельны, то есть класс вообще неизменяемый, мы не можем у него изменить никакие параметры, и поэтому никакого особого контроля доступа мы к нему делать и не хотим, потому что, собственно, у него нечего контролировать. То есть вы не можете у него ничего изменить, потому что все у него неизменяемо. Да, помните, да? Final. FinalAnalogConst. Ну да. Вот, поэтому довольно простой класс. Значит, дальше, значит, на этапе создания вот этого Content Generator мы не хотим знать, откуда берутся наши данные, то есть мы не будем сейчас их качать из интернета, мы просто скажем, что есть какой-то Source Provider, в который мы их берем. Ну, значит, у нас будет еще интерфейс Source Provider. Ну, вот как-то так он выглядит. То есть он просто откуда-то предоставит нам набор вот этих ChenderInfo. Ну и, собственно, вот этот самый класс Content Generator. Он принимает как параметр этот Source Provider где-то там, и у него есть функция DeadContents, который в некоторый Writer запишет все эти самые Chender вот в этом самом формате. Вот он. Да, то есть он сначала напишет количество решеток соответствующих количеству уровня нашего заголовка, потом напишет в квадратную скобочку, потом напишет в заголовок, закроет в квадратную скобочку и в этом самом напишет ссылку. Окей, ну, по-моему, довольно простой класс. Давайте мы вас тут тоже скопипастим, чтобы особо написать. Так, ну, собственно, вот как-то так. Чего он тут хочет от меня? Ай, нет, я не хочу. Вот. Вот мы, да, мы сели решать какую-то задачу и решили, то есть как мы знаем, да, любую задачу мы хотим начать решать с какой-то подзадачи. Вот мы решили эту самую подзадачу и теперь мы хотим как-то протестировать работу нашего класса. Да, и если мы сейчас, то есть, если мы не владеем техникой модульного тестирования, то протестировать работу нашего класса мы сможем только тогда, когда напишем все приложение. Так ведь, да, когда мы напишем какую-то реализацию этого source-провайдера, который будет заходить в интернет, из интернета там что-то скачивать и тра-ля-ля-ля-ля. Вот. Это неправильно, осуществление такого грамотного описания программ. Осуществление грамотного описания программ мы написали какую-то функциональность и нам нужно ее протестировать. Соответственно, нам нужно протестировать, значит мы генерируем класс для тестов. Кстати говоря, NetBeans умеет генерировать классы автоматически для тестов. У него можно в любого класса сказать ArrayTestClass и он нам генерирует тест-класс. Ну ладно, да, кстати, я чем-то что-то не рассказал про остальные функциональности. Ну, пускай будет, пускай будет. Вот, и он, кстати... Наверное, надо было сохранить, он бы нам больше генерировал. Какая-то какая-то, давайте мы его задаваем. Какая-то какая-то, давайте мы его задаваем. Кинай-тест-класс. Во! Он нам сгенерировал, собственно, сразу метод для тестирования нашего класса. Вообще, кстати говоря, то есть то, что мы там показали, то есть я показал без этих методов. Вот эта аннотация тест и вот этот паблик-класс – это все, что вам нужно знать для того, чтобы писать тесты. По сути дела, ничего тут больше в юнит-тестах особо интересного нет. Но есть некоторое количество еще вспомогательных учителей. Например, можно писать методы before class, after class, before и after. Соответственно, это методы, которые будут вызываться перед каждым тестом и, соответственно, после каждого теста. Если у вас есть какие-то там ресурсы, там файлы, которые вы открываете, закрываете, можно их писать. Но я их использовать не буду, поэтому я сейчас просто удалю. Но если что, у G-Unit есть много всяких интересных функциональностей. Например, можно писать тесты, то есть писать функции, которые запускаются перед каждым тестом, после каждого теста, подготавливать для вас среду для работы этих тестов, ну и прочие интересные студии делают. Вот. Но у нас, собственно, есть просто класс test, и мы хотим что-то потестить. Вот. Но как только мы захотим создать наш этот самый класс contents-generator... Да, пожалуй, этот код я все-таки удалю, поскольку мне не очень нравится. Да, вот мы захотели создать contents-generator. Выяснится, что даже просто, чтобы создать этот contents-generator, нам нужно где-то взять source-provider. Source-provider у нас нет. Вот. То есть нам нужно сделать своего source-provider. Так. Но сам... То есть если мы не хотим идти в интернет, нам нужен какой-то source-provider, который берет какие-то локальные данные, ну или просто там какие-то заготовленные шаблоны. Ну, одна из возможностей это написать какую-то класс-заглушку. То есть взять и внутри наших тестеров в пэккедже и создать какую-то реализацию этого source-provider, который будет отвечать на самые запросы. Но, в принципе, в любом случае это нужно будет сделать. И создание таких заглушек, собственно, тоже местами немножко автоматизировано. Собственно, для создания вот этих заглушек используется так называемый mock-framework. Между понятием mock и понятием заглушка есть некоторая разница, но... И даже у Мартина Фаулера, о котором вы сегодня вспоминали, есть целая статья на эту тему, о том, что mock is not stop, но на нашем уровне, я думаю, что мы особой разницы не почувствуем. В общем, короче говоря, есть такой framework под названием Makita. Если мы его подключим, если мы его подключим, то у нас появится волшебная возможность создавать классы с предопределенным поведением просто на лету. Собственно, выглядит будет примерно так. Мы хотим создать заглушку source provider. Значит, пишем mock source provider. Мы хотим, чтобы эта заглушка себя определенным способом ввела. Да, пишем. Собственно, пишем код тоже на таком характерном для модульных тестов диалекте. А, у меня service provider, source provider. Ах, ну какая разница, в принципе. Значит, собственно, на этой цели мы пишем, что when у этого сервиса вызывается метод getHeaderInfo, then верни значение такое-такое. Собственно, возвращает он у нас в список из headerInfo. Собственно, список из headerInfo заготовлен. То есть, по сути дела, мы здесь описываем поведение нашей заглушки. То есть, мы здесь как бы создали заглушку, здесь же здесь описали ее поведение. То есть, когда вызвется такой-то метод, он вернет такое-такое-то значение. Отлично, больше ничего как бы не описали. Теперь, что делаем? Теперь мы у этого contents-генератора вызываем этот getContents, передаем у него какого-то врайтера. Да, передаем какой-нибудь врайтера, например, StingWriter. нас вполне себе устроит. Он в него запишет наш заголовок, да, и мы знаем, что мы хотим получить. Мы хотим получить AserTipples Просто AserTipples для String. Мы хотим получить какой-то текст, типа решетка квадратные скобочки main и ссылочку на main. Так ведь? Значит, да, слишком много параметров, и сравнить мы это будем с out.toString То есть в этом String буфере должен оказаться вот такой вот самый код. Так ведь? Ну вот, мы вот написали такой простенький тест. Можем его запустить. Вот, мы его запустили. Вот, мы его запустили. Ну и тест у нас немножко упал. Упал у нас почему? Вот тут можно убить Udifference, и он даже наглядно покажет, что, собственно, было не так. Он пробил? Ммм, да. Ну, правда, тут еще квадратные скобочки ссылала. Там пробел, хотя на самом деле там не пробел ни черта, а там пробел, хотите сказать. По-моему, там должен быть символ в конце строки. Зима, он меня все-таки обманывает. Snipins, ну давайте запустим с пробелом. Запустили. Смотрели. Давай. Ну да, не очень он нагляден в своих результатах, но по крайней мере, по крайней мере, он показал, что что-то прошло не так. Да, можно запускать даже, по-моему, отдельные методы. Оно все нельзя. Вот, да, теперь наш тест сработал. То есть мы удовлетворились и знаем, что в этом случае у нас у него такое самое значение. Вот. А почему он заработал? Чего-то я не понял. Ну, потому что, если вы посмотрите внимательно на этот deadcontents, то у него в конце println. А, ну да. То есть он пишет конец строки. Самый, и поэтому у нас здесь должен быть конец строки. То есть у нас тут такая довольно строгая спецификация. Ну, можно, конечно, там какого-нибудь регекс помачить и не обращать на такое внимание, но вообще лучше писать тесты как можно более строгие. Ну, тут, конечно, тут такой дискуссионный вопрос. Ну, в общем, если вы можете написать его строгим, лучше напишите строгим. Потом целее будете. Вот. Значит, это был у нас тест для такого хелера. В принципе, мы можем написать тесты и там для двух хелеров, и вообще как бы стоит написать. Один из вариантов скопипластить код. Вариант скопипластить код, он не очень хороший. Есть несколько вариантов про то, в принципе, тут есть несколько разных концепций о том, как можно одному и тому же тесту скармливать большое количество разных параметров. Есть концепция параметризованных тестов, встроенных в G-Unit. Когда вы пишете заранее заготовленный набор данных, пишете тест и тестируете его с разным заранее заготовленным набором данных. Есть DataProvider, то есть другая концепция, когда вы тоже пишете, соответственно, заранее заготовленный набор данных и запускаете каждый тест с какими-то параметрами, указывая нужного DataProvider. Это, в общем-то, более красивая концепция, но она, правда, не встроена в G-Unit. Вам придется для этого подключить еще одну майонтовскую зависимость. Я часто делаю просто вот так. Я беру общую функциональность и выношу в отдельный приватный метод. То есть все, что мы тут сделали, я беру хедер. Говорю, что это будет отдельная переменная. HeaderInfo. Это у меня результат. Результат тоже делаю отдельные переменные. Беру весь вот этот код и делаю из него отдельный метод. Традиус метод. Пускай будут тест-хеддер. Ну, одно принцип, можно теперь переменной даже за онлайнить. Даже меньше онлайнить. Да ладно. Не боюсь. Какое-то несочетание клавиши, все время его забываю. Так. 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 Теперь это у нас был тест для одного хедера первого уровня. Можно сделать такой же тест, там, для хедера второго уровня. Или даже лучше писать левел. У меня здесь два, здесь пускай будет секонд левел тест и орл бар. То есть тут мы ожидаем, что у него будет, здесь будет текст секонд левел тест и орл бар. Вот мы сели второй тест. Ну то есть я для каждого отдельного теста практически пишу, то есть я для каждого набора данных пишу отдельный тест, но может быть это не очень хорошо, но если вам это не нравится или у вас очень много разных наборов данных, на которых вы хотите протестировать ваш тест, вы можете использовать вот что-то Ну, вроде свободы. Вот, как-то так. То есть для этого, для того чтобы это сделать, мы использовали такую забавную штуку, как мог. Да, кстати говоря, кроме того, что он предоставляет для нас готовые заглушки, он предоставляет нам еще забавную штуку под названием verify. То есть мы там в самом конце можем этого нашего теста написать такую штуку, как verify, которая проверит, а вызвал ли, собственно, этот наш тест-хеддер этот самый метод, или он где-то там жульничал и провел не так. То есть действительно ли у этого этот метод этой заглушки был вызван? Потому что если мы там по каким-то причинам забыли его вызвать, то как бы считается, что наше поведение отличается. Кстати, таким образом наш тест превратился из как-то... из blackbox-теста в whitebox-тест. Да, вам понятны такие слова? Тестирование черного ящика и тестирование белого ящика. А? Слышали такие словосочетания? А? Ну, скажите мне что-нибудь. Я, может, первый слышал, наверное, второй. Что такое тестирование? Ну, второй – это противоположность первого. Что такое тестирование черного ящика? То есть когда мы не знаем, в какой внутри функционал? Да. Ну, в смысле не функционал, а точнее, ну, как бы, ну, понятно. Да, когда мы не знаем, что внутри. То есть тестирование черного ящика означает, что мы тестируем наш класс контенсит-генератор, мы дали ему все, что хотели, еще чего-то, что хотели, и ожидаем от него некоторого результата. Что он там внутри делает – нам не важно. А тут мы, как бы, еще и проверили, что он внутри делает. То есть, таким образом, мы вторглись внутрь него и протестировали еще его внутреннее поведение. То есть мы знаем, что он должен вызвать этот метод, и что если он не вызвал этот метод, значит, его внутреннее поведение нас не устраивает. Хотя вызов этого метода, да, как вы можете заметить, из этого API – это его внутреннее поведение. То есть мы протестировали его методом whitebox, то есть белого ящика. То есть, да, он у нас является модуль, да, то есть если мы на него так внимательно посмотрим, вот этот наш, как мы его там назвали-то, контент-генератор – это модуль, да, вот у него, ох ладно, контент-генератор. Это модуль, то есть вот он, модуль. У него есть, как бы, внешние ручки, да, внешние ручки. Это вот наш, ну, собственно, это наш метод getContents, его внешняя ручка. А есть его, как бы, внутренние ручки. То есть те данные, которые он из кого-то получает. Это, которое… его внешняя API, а это его внутренняя API. В частности, это его внутренняя реализация, вот то, что он использует этого source-провайдера. Вот это его, как бы, внешняя ручка. И наше модульное тестирование заключается в том, что мы его обложили со всех сторон. Мы обложили его и внешней API, и его внутренней API обложили тестами. То есть мы его, что называется, замокали. Мы сделали mock. Поэтому, фактически, мы тестируем его в полной изоляции от окружающей среды. И мы тестируем не только, как он отвечает на запросы. Мы тестируем еще и то, что он делает у себя-то внутри и какие запросы он посылает в окружающую среду. Вот к вопросу о том, да, собственно, Макс, если ты помнишь, да, ты мне там правильно сказал, что вот мы этот object вызываем, да, object вызывали, да, object вызывали. И на самом деле мы тестировали непонятно. Мы тестировали либо только to object, либо его еще и в какие-то там внутренности, да, там, какие-то аннотации мы заодно протестировали. То есть мы вызвали этот метод и на деле протестировали кучу-кучу-кучу классов. Так ведь? Вот. Собственно, mock как раз позволяет нам как бы очистить эту концепцию. То есть теперь мы вместо того, то есть вместо всех зависимостей этого нашего класса мы поставили mock. Но благо у нашего контент-генератора это было сделать просто, она была только одна. И мы действительно чисто протестировали только его собственное поведение. Понятная идея? Ну, вот на самом последний интерес. То есть наш mock? Нет, я имею ввиду строчку. Это? Verify? Да, Verify. Что она делает? Она проверяет, что мы вызвали метод getInfo. То, что он действительно был вызван. То есть, ну, например, ну, сейчас уже сложно будет сломать этот тест. Ну, короче говоря, если, ну, например, мы можем добавить еще какую-нибудь функцию. GetHeaderInfo. Можно добавить какую-нибудь функцию еще одну. Добавить функцию. И можем еще попробовать проверить, вызвалась ли функция bar. bar. Теперь если мы запустим наш тест, то он скажет, что, короче, произошел косяк. Мы ожидали, что эта функция bar вызовется, а она не вызвалась. То есть мы вот этим самым ожидаем, что эта функция была вызвана. Мы можем там еще указать какие-то критные параметры, с которыми она должна быть вызвана. То есть мы проверяем, правильно ли использует контент с генератор свои внутренние зависимости. То есть так ли он его использует, как нам хотелось бы. Понятная идея? Я вот что-то момент пропустил насчет when. То есть он что делает? Он заполняет сервис-провайдер списком. Да. Он как бы мокает вызов функции getHeaderInfo, чтобы она вернула при вызове вот этот самый список. HeaderInfo из одного или иного. А еще контрольный вопрос, что вот здесь делает мок-функция? То есть она возвращает... Она создает некий мок-объект, который, собственно, будет реализовывать source-провайдер, и для которого мы можем задать поведение и проверить поведение. А чем это хуже обычного вызова конструктора? Ну, тем, что у source-провайдера нет конструктора, потому что это интерфейс. А, точно, он уже интерфейс, да? Да. Собственно, вот как-то так. Собственно, вот мок позволяет нам сделать вот такое чистое модное тестирование, когда мы тестируем только-только тот код нашего класса, а все остальные его зависимости, мы типа вот как-то так мокаем. Но не всегда это можно так красиво сделать, поэтому как бы иногда приходится делать, как мы сделали с object-ом, и тоже считать это за тестирование. А, ну, собственно, о чем я тут опишу, да? Значит, ну что, теперь, собственно, следующий этап. Теперь мы хотим что-то загружать из нашего славного интернета. Ну, значит, мы пишем свою реализацию из source-провайдера, называем ее crawler. То есть тот, кто будет ходить по интернету, точнее говоря, по нашей вики и вытаскивать из нее заголовки. Да, заголовки, то есть вы же HTML себе представляете себе пример? То есть если я возьму и сделаю просмотреть код, вы же, да, вы же видите, что это, что тут написано? Да, что вот API, да, это вот заголовок, это тег, у него есть название тега h2, у него есть айдишник. Так ведь? Он находится в секции vtContent. То есть это означает, что если мы хотим получить все заголовки, значит, мы должны найти элемент с id vtContent, так ведь? И вытащить из него все пат-элементы, которые являются хедером. Либо хедер 1, либо хедер 2, либо хедер 3 и так далее, и так далее. Где это будет нашим уровнем вложенности, это будет заголовком, а это, собственно, будет ссылкой. Так ведь дело обстоит? Ну да, мы можем зайти в edit. А, сюда-то? Ну да. Зайти-то сюда-то мы можем, вот, но проблема в том, что тут-то мы увидим markdown-код, а мы будем его парсить все-таки на уровне http. Потому что я подумал, пришел к выводу, что так проще, потому что этот код автоматически отсюда вытащить очень сложно. То есть заставить его кликать на этот edit, ну, в общем, там все как-то непросто. Поэтому я пришел к выводу, что проще html парсить, чем загружать markdown. Вот. Вот. Ну, идея понятна, да? Хотя, в принципе, мы же можем url записать, да, там wiki slash edit и название файла. Ну, я пробовал, там, в общем, все, да, там есть некоторые сети, которые, из-за которых проще сделать вот так. Ну, ладно, я думаю, что от того, чтобы мы лишний раз парсим html, никто от этого не умрет, и даже, может быть, это, может быть, даже его проще парсить, чем markdown, потому что есть готовые библиотечки. Вот. Ну, и, собственно, готовая библиотечка, это библиотечка под названием GSOAP. Так, помните CSS-селекторы? Помните CSS-селекторы? Вам вообще столосочетание CSS-селекторы? О чё они говорят? Да, по-моему. Да, поскольку была такая тема. Кто такие CSS-селекторы-то? Я попробую своим примитивным языком описать, если правильно помню, что на какой-то, скажем так, объект, а часть страницы будет распространяться данный код. Ну, да, то есть мы когда писали некоторый CSS-код, у нас была возможность стили задавать каким-то тегом, каким-то атрибутом, то есть мы просто писали код, типа, всем атрибутам с таким-таким-то тегом и таким-таким-то классом присвоит такой-такой-то стиль. Ну вот, да, вот тут вот, например, там всем тегом с ID в виде контента присвоит такой-такой-то стиль, всем там тегом body присвоит такой-такой-то стиль, ну и так далее, так далее, так далее. Вот, кроме этого, как вы помните, для получения контента мы могли элемент section получить по ID. У нас там был у документа, да, был специальный метод, getElementById, что у нас там был serviceVity, VityContent, что-то я в пятницу вечером уже плохо сображаю. Вот, ну, собственно, получали элемент, потом могли из него что-то получать, ну, в общем, это мы делали в браузере, но для... Помните, да, мы же это делали еще, еще тогда, еще в том году, да, когда JavaScript изучали. Было же дело? Нет, тогда мы там прилепляли куски кода к этому. Ну, не помню, к чему к этому. Ну, по-моему, на прошлом занятии там шла речь о том, что, типа, вот, в рефлексе нельзя прикреплять кусок кода к чему-то. А, ну, в JavaScript прикрепляли, да, прикрепляли. Но там мы использовали просто для манипуляции вот этим самым DOM, так называемым, вот этим самым деревом. Вот, ну, в общем, мы отсюда могли получить элементы, там, по CSS-селектору, по ID, там, по тегам, там, по тра-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, ну, короче говоря, есть вот эта самая библиотечка под названием GSO, которая это же самое делает, но только для Java. Значит, что мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы эта библиотечка выдавала нам у этой самой странички вики-контент, находила внутри нее все теги, у которых есть заголовок TH, и на основании этого создавала нам вот этот самый седр-инфо-тег. Да, ну, понятное дело, что у нас, соответственно, да, как я там говорил, у всех этих, начинающихся с H, ID-шник станет URL, вложенный текст станет заголовком, а уровень, как бы, а цифра в названии тега станет level. Собственно, эта функция это и делает, да, она тегнейм, точнее, только цифру из тегнейма превращает в level, внутренний HTML превращает в заголовок, а из ID-шника, путем добавления к нему base location, получает URL. Вот, собственно, такая у нас будет функция. Вот, значит, мы будем получать эту самую страничку, находить у нее вот этот самый код вики-контент, получать у него все теги, всех их перебирать, ну и, соответственно, делать вот эту самую штуку. Вот. Тут, правда, я, чтобы несколько сократить время, по-хорошему, конечно, мы должны написать вот эту самую функцию page headers, которая это делает, которая загружается в какой-то странице, и ее тоже протестить, да, с точки зрения такого гоничного модульного тестирования. Но мы сейчас от нее немножко отойдем, мы сделаем, как бы, мы сделаем две функции в одном флаконе, и только потом ее, как бы, их, как бы, потестим. Значит, это наша, как бы, внутренняя задача, а еще наша задача сделать это, как вы помните, да, то есть наша задача вытащить все эти заголовки из страницы, но наша задача вытащить заголовки не только из одной страницы, а наша задача вытащить заголовки из всех страниц, да, которые вот тут есть. То есть из всех вот этих страниц нам нужно вытащить заголовки, так ведь? Соответственно, мы берем... То есть нам нужно сейчас сначала зайти на эту страницу, получить список всех страниц, из которых нам нужно вытащить заголовки, а потом, собственно, вытащить и заголовки. Вытащить все страницы, из которых нам нужны заголовки, тоже нетрудно. Мы находим в этой нашей странице табличку с IT Source List. Потом находим внутри этой таблички все теги A. Ну и, собственно, они будут нашими ссылками, по которым нам нужно пройтись и собрать все наши те самые заголовки. Понятная идея? Или вы уже теряете нить разговора? Да нет, в принципе, понятно. Просто я не понял насчет кода. То есть мы GetHeadersen4, что делаем? GetHeadersen4 мы, да, мы делаем только то, что я только что сказал. GetHeadersen4, то есть мы находим эту страничку Browse и вытаскиваем из нее все вот эти самые ссылки. А, окей. Все эти ссылки мы вытаскиваем по помощи того, что мы находим контейнер, в котором они все находятся, потому что нам нужны только те ссылки, которые находятся вот в этой самой табличке. Нам не нужны ссылки сюда, 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 все эти ссылки нам не нужны. Да, нам нужны только вот эти. То есть мы находим SourceList и находим все ссылки, которые есть внутри тега SourceList. То есть, собственно, мы взяли, получили этот MainPage, нашли этот SourceList и получили все теги, которые там есть. А, собственно, GetHeaders мы называем PageHeaders. Окей. Да. Вот. Отсюда, то есть мы нашли все эти списки, получили ссылки, которые HREF. Да, все помните, что такое HREF? Вот. Ну и, собственно, запустили вот эту самую функцию PageHeaders для всех этих самых ссылок, которые мы нашли. Ну, то есть, фактически мы запустили PageHeaders для всех ссылок из нашей Вики. Вот как-то так это работает. Ну, да, чтобы все, чтобы загрузить страницу, мы использовали функцию JSON-Base, JSON-Connect, передавали в нее ссылку и получали, собственно, этот документ, от которого мы потом как-то извращались. Понятная идея. Ну, собственно, давайте мы это сделаем, создадим этого нашего краулера. А я его уже даже начал создавать. Ну, скриппостим, короче, отсюда код, благо мы про него уже неплохо поговорили. Значит, ну и теперь мы хотим, как бы, как честные люди, написать ко всему этому тест. Создали класс, напишите тест. Вообще, некоторые техники предполагают за такой, так называемый, test-driven-development, что вы вообще сначала пишите тест, а потом пишите класс. Но что-то я так и не проникся этой концепцией, но многие считают, что это правильно, что вы сначала пишите тест, описываете API, который хотите получить, а потом только описываете, собственно, класс. Но мы сделаем как-то так. Значит, что мы хотели? Мы хотели протестировать, что наш класс успешно заходит по какому-то базовому URL. Ну что, будем использовать, ну, будем использовать этот наш Rouse, раз уж мы его тут разбирали. Ну и давайте на начало просто посмотрим, что там. Что происходит? Да, вот обратите внимание, что тесты очень хорошее место для того, чтобы сделать вот эту проверку. Вы написали какой-то класс, вы хотите убедиться в том, что он работает. Так ведь? Где вы будете писать функцию? Можете написать функцию main. Можно написать много функций main, да, в Google Java можно делать много классов, у которых функции main, и запускать их по отдельности. Но лучше написать тест. Да, пока этот тест ничего не проверяет. Пока этот тест мы сейчас используем исключительно для того, чтобы убедиться в том, что наш класс работает на глаз. То есть это не является автоматическим тестированием. Но зато потом из этого будет не очень трудно сделать это автоматическое тестирование. Во, пошел процесс. Зашел на этот самый. Скачал. Ну, что-то нам вывел. Are you happy with it? Господа, are you happy with it? Да, прикольно было бы посмотреть, что он действительно вывел, а не... Да, было бы прикольно. Как это сделать? Проще всего, как это сделать? Ну, erase, list. Или тут не прокатит. Ну, этот у класса erase есть метод toolstring. Так, тут и так, list. А, list, header.info. Ну, что, кто там учил Java? Рассказывайте, что он делает этих случаев. А, ну, сейчас, у этого... У кого там должно быть сейчас... header.info, да? Ну, давайте у header.info вызывать. Что делать? А, они публичные, да? У него все публичные. Но вызывать это не хочется. На самом деле надо сделать простую вещь. Давайте перепределим в toString. Да, нужно перепределить в toString. Благо, нет, Binz умеет делать это за нас. Довольно-таки неплохо. Вот, все отделов-то. Так, мы запускаем еще разок наш тест. О, ну, что-то там похоже, да? Там введение, потом основы Java, потом средства разработки. Ну, синтаксис Java, там, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, вроде работает. Ну, да, раз уж мы копипастили из рабочего кода, что бы мы не работали, в принципе? Ну, чё, это то, что мы хотели? Мы же вроде в Markdown хотели переписи. Ну, нет, мы пока хотели просто проверить, что этот Carouser Test работает. Мы проверили, работает. Ну, тут как бы у нас экссевшенов-то вроде нет. Экссевшенов нет, и даже на глаз работает. Но, как бы вы заметили, чтобы проверить, работает ли, нам пришлось смотреть глазками. Да, нужна черта. Да, значит, сделали глазками, соответственно, это не автоматическое тестирование. Автоматическое тестирование, когда глазки можно закрыть, и вы всё равно знаете, что оно работает. Нужны ассерты. Чё будем ассертить? Чё, напишем большое, много-много ассертов. Там, ассерт первый, такой-то, ассерт второй, такой-то, ассерт третий, такой-то, ассерт четвёртый, такой-то, да? Так будем делать? Или как? Посмотрят, что мы будем проверять. Ну, проверять, что эти хеддеры, те, которые мы хотели. А, ну в таком случае нам нужно скопи-пастить и проверить? Не, ну в принципе, да, мы можем взять, там, сказать, что. Первое, что делаем, ассерт. Ну, не знаю, что выходом к заголовку будет, поусловно, 12. Хеддер for size. Потом проверяем, не знаю, что заголовок первый у нас нью-хеддер инфо. Как его у вас там был-то. Это его URL. да, это его title. Да, можем еще там скопи-пастить себе несколько, ну, короче, проверить несколько таких заголовков. Ну, в общем, да, в этом смысле тут не совсем все удобно и прикольно. Можно, конечно, пытаться написать какие-то штуки, которые автоматически генерируют эти данные. Но самое печальное во всей этой истории, самое печальное во всей этой истории, что наши тесты теперь зависят от того, от интернета, от времени суток, от того, не изменил ли кто-нибудь в этой самой виде что-нибудь. От времени суток? Нет, от времени суток, ладно, не зависит. Зависит от того, работает ли интернет в это время суток. И так далее, и так далее. Ну, в общем, короче говоря, даже если мы сейчас напишем то, что мы сейчас хотим сделать. Да. Да, кстати, у нас там было 79, не 12. Да, так. Это совсем хардкод. Ну, так. 50-50. А, ну да, извините. С чем сравнивать вообще? Ну, наверное, по канону, конечно, данные писать потом в коде может быть не очень хорошо, может быть, имело бы смысл сохранить их в каком-нибудь отдельном файлике, но в целом, наверное, они тут все-таки не такие большие. Не такой большой объем данных. Но самая все-таки главная проблема в том, что наш тест, во-первых, вы можете заметить, сработает довольно долго, потому что ему нужно сходить в интернет и не за одним каким-то запросом, а за кучей самых этих запросов. Вот. Это значит, первая проблема. Вторая проблема в том, что данные на сервере могут измениться и наш тест упадет, несмотря на то, что на самом деле ничего показательной разницы не овел. Хотя на самом деле наш код не сломался. Понятная идея? То есть, в данном случае проблема в том, что мы постоянно обращаемся к какому-то внешнему сервису. Ну ладно, бог с ним, не буду разбираться, чок-косяк. Вот. И этот сервис может нам присылать какие-то другие значения. Поэтому вообще говоря, фиговый тест. То есть, занимаемся мы сейчас какой-то ерундой. Что делать? То есть, у нас есть исходные данные, которые мы берем во внешнем сервисе. Это плохо. Это не модульное тестирование, потому что мы зависим от внешнего сервиса. Что делать? Кто пишет, то можно создать локальную страничку. Ну, да. То есть, основная наша идея это замокать, сделать локальную страничку. Собственно, мокать мы умеем, но только вопрос, собственно, что будем делать? Вместо этого писать локальную страничку? Не, ну вообще, на самом деле, сохранить здесь несколько локальных страничек это вариант. То есть, взять и создать в папочке тест, да, там можно создавать еще и тест ресурсис. Интересно вообще, как это правильно делать? какой-нибудь HTML-файлик. Сохранить его в папочке source-test resources потому что по канону оно делается так. Значит, это будет наш как его там как его звать то будем? Ну что, брауз HTML. Ну, и, соответственно, обращаться к ним. но, правда, для полной частоты эксперимента было бы круто, конечно, писать в него URL. И для полной частоты эксперимента было бы круто вот этот самый GSOB его тоже замокать. То есть, от этой идеи мы сейчас не откажемся, то есть, мы сейчас действительно будем использовать ... Чувствуется, у меня тут и создалась эта страничка. Ладно, бог с ним. Значит, но наша задача в том, чтобы как-то абстрадироваться от вот этого самого коннекта в интернет и ходить вместо него не в интернет, а на нашу локальную систему. Для этого, если вы там посмотрите, что я там дальше предлагаю, для этого я предлагаю замокать. Замокать, собственно, наш клиент. Сделать специальный интерфейс HTTP клиент, который по нужному углу будет возвращать нам нужный документ. А потом взять и, соответственно, как бы подцеплять его отсюда. То есть, ну, в смысле замокать его, сделать какой-то класс мог клиент, который по заведомо выданным полам будет возвращать какие-то заведомо специально подготовленные странички. Понятная идея? То есть, смотрите, что мы сделали. Мы вот этот кусок куда, у нас это был кусочек кода, вот, да, GSOAP Connect, который, собственно, загружал что-то там из интернета. Кстати, вообще говоря, у нас еще какой-то тайм-аут был, но это я так специально поставил, потому что иначе он нет, что-то там вылетал по тайм-ауту. Вообще говоря, этот тайм-аут не имеет никакого отношения к работе краулера, это какие-то настройки 6TP клиента, и в принципе здесь напрашивается некоторая абстракция, что эту штуку может быть вынести в отдельный класс. И, значит, этим мы добьемся того, что, во-первых, все вот эти тонкости настройки вынесутся в отдельный класс, а, во-вторых, эту реализацию класса мы сможем подменить на какую-то заглушку и протестировать наш краулер в отсутствие интернета. То есть у нас будет краулить в отсутствие интернета, ну, что довольно прикольно. Значит, до этого мы взяли, создали вот эту самую реализацию HTTP клиент, создали собственно реализацию, в которой хранится вот этот самый метод, да, просто сделает реализация это просто вынос вот этого самого метода в отдельный класс. вот и сделали этот HTTP клиент полем нашего краулера. При этом значит этот HTTP клиент у краулера может быть разным. Ну, соответственно, как бы код изменился не сильно. Да, теперь у нас вместо вот этой штуки у нас вот эта штука клиент лог пейдж. Все остальное осталось как было. Значит, теперь этот краулер тест можно написать вот таким довольно простым способом. Мы можем взять и сказать, что когда у тебя запросят вот такой-такой-то URL, пошли в ответ BrowseHTML, который у тебя там где-то сохранен. Когда у тебя запросят такой-такой-то URL, пошли в ответ вот такой-такой-то URL, а когда запросят вот такой-такой-то URL, пошли в ответ так-третье HTML. Понятная идея? Ну и дальше, собственно, проверяем, убеждаемся, что этот краулер в результатах вернул нам вот этот самый код. Вот эти самые странички. Таким образом мы его хорошо протестировали. Да, в принципе, она понятна. И все там уже убиты. Вот. Значит, ну, собственно, вот что сделали. Так, ладно, не знаю, насколько мне еще хочется писать код, а главное, где мой, собственно, брауз HTML. Эли, бог с ним, откройка, этот проект, лень не воевать с этим любимцем. Собственно, у меня тут уже как бы поскольку все это сделано, вот у меня есть странички. Они, правда, еще хороши тем, что я, дабы уменьшить количество тех самых ссылочек, я часть ссылочек из них выпилил. Но я просто взял HTML-код тех страничек, сохранил их здесь. Вот, вытянул туда половину заголовков, вытянул половину, собственно, страничек. Вот, source-лист. Да, у нас, собственно, я оставил тут только две странички, ну и, соответственно, вот эти две странички здесь есть. То есть, я теперь знаю, что этот запрос, вот этот source-элемент by ID вернет мне только вот эти самые, да, этот запрос, в смысле тег A, вернет мне только вот эти самые ссылки на вот эти два элемента, поэтому мой вот этот самый тест будет легко работать. Ну, вот как-то так. То есть, теперь мы вместо HTTP клиента, который ходит в интернет, мы сделали простой HTTP клиент, который ходит вот сюда вот. Да, если все это нормально создать, нет бинза заставить все это работать, то вот эти файлики, которые здесь находятся, можно получить при помощи функции getResourceStream нашего самого класса. То есть, поскольку они находятся с PUBG ресурсис, то они подцепляются в класс ПЭС, и из класс ПЭС можно вытащить при помощи вот этого самого метода, что я тут, собственно, и делал. Вот. Вот.